всем привет добро пожаловать на мой youtube канал с вами я катерина данко и сегодня мы будем говорить о проблемной кожи точнее мы будем делать макияж сейчас бы я хотел бы сделать одну уговорку я не буду говорить какие-либо средства которые вам помогут от этого всего избавиться потому что я сама еще их не нашла я сама еще ищу поиски пробую что-то мне подходит что-то не очень что-то прям какие-то минуты делает что-то волшебное с моей кожи на следующий утре могу проснуться вот такой вот ситуации единственное что я хотела бы отметить перед любым макияжем любую кожу нужно подготовить и если она проблемная то этот этап является одним из самых важных поскольку если же ваша кожа сейчас сухая или имеет какие-то шелушения то иди естественно любое тональное средство какое бы оно ни было увлажняющее может подчеркнуть ваши шелушинки какие-то нежелательные моменты что же делаю я обязательно перед макияжем это очищает мизирую на нашу какую-нибудь сыворотку увлажняющую и сверху какой-нибудь крем дневной которому есть который я сейчас тестирую пробую и в принципе уже выглядит все немножечко лучше немного увлажнение и когда я наношу свое тональное средство ну вроде как неплохо выглядит поэтому с этим можно жить с этим нужно жить поэтому я сейчас не буду акцентировать ваше внимание на моем макияже глаз бровей я это сделаю за кадром и буквально через секунду я к вам вернусь и мы продолжим с вами делать макияж уже вместе макияж моей кожи как я делаю и что я делаю когда я хочу чтобы моя кожа была хоть немножечко свежее немножечко симпатичнее без каких-либо там 5 но стоит оговориться что это не какой-то супер фантастическое средство с фантастический макияж который позволит вам перекрыть всю вашу жизнь и начать с чистого листа было бы неплохо конечно вот это просто такой макияж когда вы хотите выглядеть немного свежее немного лучше себя чувствовать увереннее себя чувствовать и то что у вас есть то что вам не нравится на вашем лице вот эти все различные пигментные пятна по стакне и вот это все это можно скрыть и будет просто немножечко лучше будет просто немножечко приятнее смотреть себе зеркало и надеяться что когда-нибудь не придется краситься и все будет вот так как вот с макияжем поэтому оставайтесь со мной если вам интересно мои глаза уже готовы я думаю стоит клеить ресницы или нет но все-таки решила что а и ладно без ресниц сегодня решила вот что-то вот в такой теплой гамме особо не заморачиваться немного формула складку века немного бронзера немного какой-то такой желтые сияшки и в общем на этом все приступаем к нашей коже сначала наверное стоит нам подумать чего мы хотим когда у нас вот есть какие-то такие некоторые нюансы на коже которые мы бы хотели спрятать хотим ли мы более сложное покрытие плотное или же мы хотели более легкое и наверное мой вам совет да я думаю любой вам человек скажет который немного краситься что когда на коже имеются какие-либо высыпания то стоит обращаться более легким текстурам более увлажняющим которые скроют и либо каким-либо образом смягчат ваши некоторые шелушения либо не будут так сильно перегружать кожу а вообще лучше вообще не краситься и ждать пока все дело заживет шутки 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 все шутки заговорилась ладно продолжаем с чего я обычно начинаю каждый день после того как я сделала конечно же глаза у меня есть некая синева под глазами мне всегда хочется скрыть спрятать вообще выкинуть сожалению это невозможно но на помощь мне приходит персиковый консилер я думаю это уже давно не секрет у меня вот такой от мебель and fit me вот такой вот по юзам уже номер 18 я надеюсь камера передаю но в общем он с персиковым оттенком просто поверьте мне на слово я его покупала когда еще было немного загорелой мне конечно немного больше подходил но в принципе пока я все еще им довольна и не нашла пока я себе еще другую замену то я делаю я наношу прям вот сюда прям чуть-чуть прям вот в уголку уголочки прям вот капельку чтобы прям вот прям вот чисто на синячок потому что если бы растягивать дальше это может пробиваться он может пробиваться через тональник через другой котелек который мы сверху несем конечно же перекрыть все вот это оранжевую ситуацию я просто потушевую эту пальчиком я думаю все знают что дали немного консилеру схватиться буквально 30 секунд прям вот прям чуть-чуть мы берем более светлый консилер и перекрываем в эту оранжевую зону и уже не будет так наш синячок пропихаться для того чтобы перекрыть вот эту вот ситуацию все я наверное возьму этот фитмин он более легкий я наношу прям немного точечно и начинают просто по чуть-чуть растягивайте и уже по ходу дела я смотрю что нужно добавить где добавить и убавить или в общем не поняли здесь консилер на сразу шелк но не бы хотела добавить еще немного вот здесь на зону высветление наверное возьму и 16 оттенок он еще чуть-чуть посветлее конечно не обязательно но просто у меня такое сейчас желание чтобы эту зону немного больше высветлить уже все выглядит немного лучше согласитесь но если мы повернемся в анфас то все наши недостатки снова себя проявляют поэтому нам сейчас нужно их перекрыть для того чтобы их перекрытым нужно более плотная текстура но перед тем как наносить это при более плотную текстуру на наши пост окне на наши пигментные пятна или что-то что-либо еще на то что вы хотели бы скрыть нам необходимо это место увлажнить или же если есть какой-либо рельеф можно нанести немного праймера который вам немного все это дело сгладит но конечно же не стоит с этим перебарщивать потому что это все равно может быть видно нужно увлажнить наше поле боя для этого есть сегодня взяла вот такую штучку это праймер от catrice он вроде как увлажняющий я пока еще не совсем поняла но вроде он что-то делает я нанесла его вот вот на вот эти места и конечно же вот сюда я его нанесла чтобы наше стациональное средство лучше легло максимально не подчеркнул какие-либо шелушения которые там есть а они есть поверьте мне они там точно есть и сейчас мне понадобится более плотный консилер у меня такой единственный один и неповторимый мне кажется его очень многие знают и очень многие о нем говорили и многие пользуются так это catrice камуфляж крем вот такая маленькая шайбочка свете 0 10 айвори по моему там всего два если честно я видел это только два один более желтый один вот такой базовый айвори он вот такой вот маленький крохотулечкой кажется что ну его не хватит никуда и ни на что но нет все нормально вот эта вот штука она как вазелин его надо разогревать даже наверно больше как воск потому что он прям вот такой вот вот такой вот он весь застывший очень плотный ни в коем случае не стоит наносить его под глаза потому что но например подчеркнет вам все чего не надо он прям ядрен это прямо замазка 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 или словом это просто замазка я его всегда разогреваем пальчиком вот так вот так массируем массируем в общем моего немного разогрели и для этого и теперь нам понадобится конечно же салфетка чтобы вы терять и эту панику теперь нам понадобится тоненькая кисть какая-то очень маленькая любая кисть которая максимально маленькую у вас есть у меня это понятия не имею под каким номером кисть от beauty pay вот из такого наборчика и мы точечно его набираем еще не носили тональное средство и прям по чуть-чуть добавляем на наше недоразумение ну и вот здесь на поле боя можно просто шайбой пройтись по всей стороне и будет бог хуже точно не будет надеюсь после того как мы нанесли вот эту волшебную штуку можно немного нужно немного потушевать пальчиком для того чтобы он снова потаял и немного уселся мы сейчас возьмем тональное средство то самое легендарное тональное средство о котором скорее всего слышали мне так кажется может быть если не слышали то я скажу вам что-то новенькое открою для вас что-то новое я бы мне это будет очень приятно вода это mac face and body очень клевое тональное средство я его купила по рекомендации ковка the cat просто я не знаю спасибо этому блогеру спасибо этому бренду что я узнала стоит он 30 евро здесь не знаю сколько стоит россии сколько 30 евро в рублях собственно это тональное средство у меня в оттенке c1 в 79 собственно вот потрясающее тональное средство говорят что может немного окисляться но если честно я этого даже не заметила потому что он настолько минимально окисляется мне кажется я это увидела в магазине я даже на секунду засомневалась когда я упробовала но слава богу что я его купила что я не передумала и я просто благодарна ему потому что когда ты его наносишь ты просто первые пару минут ты не понимаешь произошло что-то или нет кажется даже что его и видно еще на лице и врачет как не очень а потом какой-то момент проходит там буквально какая-то минута 30 секунд он уселся и ты смотришь на свое лицо и у тебя просто все ровненько твое лицо как будто стало более свежим как будто бы ты не накрашенная но при этом классно выглядишь а чего мы все хотим классно выглядеть а еще бы не краситься конечно поэтому что я делаю я его на самом деле не жалею а надо бы надо бы поберечь наношу вот такими капельками себе на лицо и просто тушую конечно же спонжиком его я сначала разношу пальчиками так вот а потом спонжиком в принципе можно сразу сделать что-то нанесла что-то что-то есть а вроде бы ничего и нет но выглядишь ты лучше классно тональные средства я уже растушевала поэтому сейчас бы я хотела еще на некоторые зоны нанести более светлый консилер этого потянки 16 летненький такой где-то где у меня есть прям такие незначительные пятнышки он легкий он не должен по крайней мере подчеркнуть какую-либо сухость я на это очень надеюсь что он меня и подставит ну что наша кожа уже выглядит намного лучше уже мы видим вот это вот легкое сияние наша кожа уже выровнялась уже нет каких-то таких пятен которые набросаются в глаза нам все же чего-то не хватает а именно как мне кажется это румян и возможно немного бронзера по части скульптора и хайлайтера я бы поставила вопрос потому что у меня бывает такое когда я пользуюсь легким легким тональным средством скульптор может подчеркнуть то что я упорно и так долго скрывала не знаю как так происходит но мне этот эффект не нравится поэтому на каждый день скульптор я не использую иногда бронзер и все собственно бронзер румяшки и мне этого достаточно также по части хайлайтера хайлайтер 2 такой спорный вопрос как и прохочется да но в основном конечно же нет потому что в принципе то сияние который дает данным средства конкретно это мне его достаточно мне его хватает красиво выглядит или не знаю мне очень нравится я прям кайфую от этого средства так что теперь мы перейдем к румянам румяна я использую последнее время на каждый день именно кремовые не знаю почему он у меня почему-то они прям понравились я использую зачастую мэйбелин это вот такие два варианта у меня есть более такой холодный розовый и более персиковый сейчас бы я наверное хотела бы использовать более персиковый вариант нашу немножко на руку амигу вот такие вот и пальчиком пальчиком по чуть-чуть стушевую и наношу на яблочке растушеваю это пальчиками потому что ну как бы спонжем наверно странно было бы потому что он в себя много впитает и как-то у меня спонжем не получается кистью получается очень плотно а вот пальчиком самое то румяна тоже придает свое сияние потому что поскольку они кремовые они они застывают они тоже застывают но они оставляют вот этот легкий блеск который нам нужно будет немножко припудрить чтобы он к середине половине дня или там через или ближе к вечеру не дал вот жирность ненужную нам румяшки нас есть теперь можно припудриться и уже нанести бронзер пудры буду сегодня использовать от essence банановая пудра такая у них есть клёвая простая обычная пудра выполняет все что должна она выполнять не устраивает на коже на незаметно теперь нам необходим бронзер бронзер я буду использовать от caprice вот такой вот он по-моему единственный цвет из англо матовый клёвая вещь если честно ложится очень мягко незаметно очень так аккуратно и деликатно я бы сказала мне подчеркивать ничего не нужного отличный бонзер и по очень хорошей цене ну что в принципе наше лицо готово стоит ли нанести хайлайтер или не нанести хайлайтер или нет ну чуть-чуть можно беру кисть вот реал техникс 200 а нет 400 2 легонечко хайлайтер я брала от essence мне кажется он вышел у них совсем недавно но это уже перевыпуск кажется раньше уже будет для губ я буду наверное использовать какой-нибудь карандаш какой-нибудь нюдовый вообще прям максимально нейтральный и какой-нибудь блеск у меня есть вот такой классный от мислый в оттенке а в оттенке 142 я думаю что вот такой он немножечко с рыжевинкой но мне придется уходит карандаш я нанесла вот так вот он выглядит и поверх карандаша я просто не нанесу вот такой блеск вот катерис он прозрачная но конечно там уже немножечко появился цвет от того что я постоянно пользуюсь и да он немножечко с эффектом линтового вроде как увеличение губ прикольная вещь я знаю что очень многие не любят этот эффект но мне в принципе он устраивает мне он никак вообще не мешает жить я им пользуюсь радуюсь а он нет кажется он не радуется когда я им пользуюсь в общем я им пользуюсь да он мне нравится он немножко даже как бы туда чуть-чуть они подпухают прикольно выглядит красиво но конечно если же вам не нравится этот ментоловый эффект когда вас немножко по чиповые губы конечно он тогда не для вас есть более даже бюджетный аналог вот этого вот это от essence shine shine очень старый выпуск у меня вот такой вот с блестками есть еще прям прозрачный и он вроде как тоже с эффектом увеличения губ но он вообще не ощущается то есть вот я его вообще не чувствую тут никакой мяты ничего не ментола вот если вот это ты наносишь и прям чувствуешь что у тебя такие прям губы то тут ничего такого нет он просто ярко очень блестит вот конечно нужно наносить на что-то ну что на сегодня мы закончили мне нравится как выглядит моя кожа сейчас как вам по моему стало немного лучше с этой страной конечно сложнее потому что мы использовали более легкие тонально мысль ну что мы закончили скажите как вам по моему я кожа стала выглядеть получше явно посвежее более увлажненные есть некое такое естественное сияние которое кофе вот не уже переливается сейчас надеюсь вы это тоже видите что камера теперь дает с этой стороной конечно сложнее мы использовали легкое тональное средство не забывайте это на каждый день вам не нужен вот такой слой макияжа на каждый день это такой вариант который вот вы быстренько нанесли все это хоп-хоп пальчиком потушевали припудрились и пошли я сейчас это делала конечно более немножко утрированно сильно но можно сделать прям по минимуму как вы считаете как вам стало ли лучше напишите пожалуйста в комментариях как вы справляетесь с этой проблемой как вы корректируете вот эти вот все нюансы пожалуйста напишите потому что я все еще в поисках и в поисках как от этого всего избавиться и поиски средств которые помогут мою кожу довести до идеального состояния и да с определенной периодичностью у меня это все дело высыпает и приходится снова все это вот так на себя мазать периодически того что прям сил и нерв моих иногда не хватает поэтому я буду рада вашим комментариям ставьте лайк подписывайтесь на мой канал надеюсь вы приятно привели со мной время до скорых встреч и мы с вами совсем скоро увидимся пока